Сделано в Абакане Приветствуем вас наши зрители, слушатели и подписчики наших аккаунтов в социальных сетях. Новый выпуск программы «Сделано в Абакане» как и прежде продолжает следовать по производственным рельсам столицы Хакассии. И рассказывает вам как о начинающих представителях бизнеса, так и об опытных игроках этой среды. Серьезный виток промышленной истории для республики и ее столицы случился в период 70-х годов прошлого столетия. На лидирующие позиции вышли вагоностроители. Появился и флагман «Абакан-Вагонмаш» вблизи Абакана для рабочих отстроили городок, будущий четвертый микрорайон. Появилось «Стец», аэропорт, троллейбусное сообщение. Предприятие вполне заслуженно приобрело статус градообразующего. Чем живет сегодня опытный представитель промышленного сектора, расскажем в новом выпуске. Итак, мы начинаем. Продолжение следует... Итак, первый шаг для строительства стального гиганта сделан был в конце еще 60-х годов, после того, как было подписано постановление Совета Министров Советского Союза. Это решение дополняло директиву 24-го съезда КПСС 71-го года, с акцентом на железнодорожный транспорт за счет больших объемов и скорости грузоперевозок. В тот период все профильные заводы Советского Союза выпускали 40 тысяч контейнеров в год. Поэтому на Абакан Вагонмаш планы были грандиозны, как и производственный план – 20 тысяч вагонов в год. Кроме того, производство считалось комплексным и объединяло несколько видов. Сегодня баланс распределен следующим образом. Во-первых, производят контейнеры более 70 различных типов, таких как наволочные, тарно-штучные, цепучие – порядка 20 актуальных моделей. Во-вторых, модульные здания. Сравнительно новая линия выпускает два типа – каркасно-панельные и блочно-модульные. Нужны такие помещения для быстрой организации вахтовых и геолого-разведывательных поселков. Строительных площадок, что немаловажно практически в любых климатических условиях. Дополнительно могут укомплектовать мебелью и техникой, отделкой и современных материалов, оборудовать эксплуатационными системами. Третьих, сервисные услуги, то есть ремонт грузовых вагонов, включая текущие, отцепочные и капитальные. Проектная мощность предприятия – 10 тысяч вагонов, 5 тысяч колесных пар, старая ось, новое колесо. Александр Сергеевич, давайте начнем с основных показателей, ежегодных, количества выпускаемых контейнеров, но и другие параметры, на чем основано производство. Хотелось бы сказать, что мы сейчас максимально подошли уже к нашему производственному мощностям. На данный момент мы вышли на объемы до 10 тысяч контейнеров различных модификаций и исполнений. Также у нас сейчас проводится работа по НИОКРУ. Это научные и опытные исследовательские работы. В прошлом году мы выпустили 4 новых модели контейнера. В этом году уже освоили 5 новых моделей контейнера. Да, это существенный показатель, что возрастает именно до 10 тысяч. Но многих интересуют, конечно, во внешнеэкономических условиях компоненты, на чем основывается производство. То есть, свои компоненты, либо, может быть, где-то идет заимствование определенное. По компонентам от большинства мы собственного производства производим компоненты и комплектующие. Но и есть покупные позиции. На данный момент есть ряд покупных позиций, которые производятся. Нет производства и в России мы вынуждены покупать в Китае. Это запорная арматура, резиновые уплотнения. Поэтому мы всерьез задумались сейчас о импортозамещении. И уже есть определенные договоренности. Для нас ряд российских производителей изготовили опытные образцы. И сейчас они поставлены и проходят испытания. В ближайшее время мы планируем перейти уже на отечественных производителей. Как отмечают сами производители, благодаря оперативной реакции на изменение рыночной ситуации, выпускают то, что сегодня наиболее востребовано заказчиками. Этот рынок уже занят? Есть надежные поставщики, на которых можно ориентироваться? Да, у нас ряд уже есть наработанных клиентов. Также мы рассматриваем новых поставщиков наших комплектующих. Еще одна интересная позиция – это быстровозводимые конструкции зданий. На что направлена эта линия? Эта линия направлена на… Это вообще новая продуктовая линейка, которая была освоена в 2016-2017 годах заводом. Сейчас уже мы пошли на рынок чуть шире. Мы сейчас полный комплекс услуг оказываем по возведению под ключ непосредственно этих модульных зданий. Завод производит рамы и комплектующие. Соответственно, на стройплощадке непосредственно происходит возведение зданий и полностью под ключ даже с мебелью. Александр Сергеевич, ну, оснащение – это тоже весьма важный аспект, наверное, основа основ производства. Сколько сегодня цехов, оборудования, ну и другие категории? У нас сейчас работает цех контейнера строения. Это основная наша площадка, которая оснащена рядом уникального оборудования. У нас есть прессово-заготовительный участок, сборочно-сварочный участок и окрасочное производство. На прессово-заготовительном участке у нас существует ряд, я повторюсь, уникального оборудования. Это наши прокатные линии холодного профилирования рулонной стали японской фирмы Kawasaki. Они высокопроизводительные, дают нам возможность максимально обеспечить комплектации под различные модификации контейнеров. Также у нас есть ряд прессов, есть пресс тоже Kawasaki, 2500 тонн под изготовление, под вытяжку секции крыши контейнера. На публичной встрече, которая не так давно состоялась, Александр Николаевич сказал о дальнейшем донаборе людей. Это подразумевает открытие какого-то нового производства или в имеющейся цеха дополнительно будут производить набор? Сейчас активно реализуется инвестиционный проект модернизации существующего производства под плановые виды ремонта грузовых вагонов, где непосредственно будут созданы дополнительные рабочие места. Если говорить об условиях и, скажем так, квалификации, то есть какие требования по набору людей? То есть должен быть у человека какой-то рабочий опыт, чтобы к вам попасть? Рабочий опыт, да, желателен, но есть у нас опыт, когда мы набираем персонал без опыта работы. Объясню почему. Сейчас у нас создан учебный класс, где мы непосредственно обучаем наш рабочий персонал, в том числе и сварочный учебный класс. То есть мы впервые запустили процесс самостоятельного обучения. У нас есть отдел главного сварщика, который координирует непосредственно работу рабочих специальностей, таких как сварщик. Мы приобрели ряд оборудования для обучения. Это и VR-тренажер сварки, который вы видели. Также самостоятельно изготовили стенд окраски для того, чтобы непосредственно маляры набивали руку и видели свои ошибки в работе. То есть обучение проходит непосредственно здесь, на производственной площадке без отрыва производства, что дает нам возможность максимально быстро обучить рабочий персонал. Вновь вернемся к истории. На рубеже 70-х годов вагон МАШ наращивал мощности. Для большегрузных контейнеров сделали платформу. На международной профильной выставке в Москве она была удостойна особого внимания. Таким образом предприятие заручилось общесоюзной поддержкой, выполняя колоссальное количество заказов. На первых установках выпускали товары народного потребления, электромясорубки, насосы и даже запчасти для автомобилей. С начала 80-х удалось перейти на производство крупнотоннажных универсальных контейнеров. То есть, проще говоря, человек приходит к вам, проходит теоретический курс, сдает, может быть, какие-то экзамены, получает квалификацию и уже следует цех спустя какое-то время. Да, есть и такое. То есть, он проходит обучение и непосредственно направляется на рабочие места. Александр Сергеевич, итоговый такой вопрос. На встрече также было отмечено, что предприятие важное для города, для республики, когда-то было градообразующим. А сегодня какой смысл можно определить Абаканово-Гонмаша в жизни республиканской столицы? Тут можно определить не только в жизни республиканской, но и в жизни уже непосредственно всей страны, так как мы являемся единственными крупными производителями морских контейнеров и широкой номенклатуры. Соответственно, и являемся единственным машиностроительным предприятием такого уровня в республике Хакасия. Вклад важный, значительный. Мы имеем ряд уникальных компетенций и производим ряд уникального продукта, такие как морские контейнера, которые сейчас на данный момент востребованы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я бы сказал, что в свое время это было градообразующее предприятие города Абакана, но и в настоящее время такого статуса не утратило. Я больше хочу сказать, что предприятие Вагонмаша – это, по сути, свой бренд нашего города, предприятие, о котором знает вся страна. И вот из того, что мы сегодня видели, предприятие действительно возрождается. Предприятие получает хорошие заказы, в том числе с заказами на обороны. Пакет заказов растет. И предприятие из того, что мы сегодня все дружно походили, посмотрели – большое будущее. Если говорить про рабочие места, что на сегодняшний день предприятие уже является, если говорить про город Абакан, ну, наверное, третьим по количеству работающих. Больше работают у нас в предприятиях Акас-Энерго, но и в муниципальном жилищном фонде. Мы фактически в этом году выходим на восстановление мощности до 8 тысяч контейнеров, это в штуках, плюс по условным контейнерам будет немного больше, плюс вот еще два вида продукции – это быстровозводимые здания. И с этого года открыли проект, хотя он у нас там 2000 в этом году не предполагался, но мы ускорились, тем не менее, это сервис по ремонту вагонов, которые мы сейчас здесь находимся дальше. Значит, здесь тоже инвест-программа, и мы должны уже в конце этого года сделать первые вагоны, получить разрешение для ДПовского и капитального ремонта. То есть на следующий год мы должны, значит, ну, кроме того, что набрать людей еще порядка 180-200 человек, выйти на проектную мощность по текущему ремонту, что тоже очень важно для узла и для железнодорожников, и для транспортников в целом, и для города, в том числе, это погрузка, и, как мы знаем, вагоны, они тоже ломаются, выходят из строя, и сегодня и совместная и железная дорога, значит, здесь проводили совещание уже неоднократно о том, чтобы здесь оборот вагона улучшить, потому что куда-то на периферию гонять, то есть это вот сервис, услуг мы предоставляем. Ну и в дальнейшем будет еще ДПовской ремонт, как я уже говорил, капитальный, который позволит быстро производить оборот вагона и отдавать его, оздоравливать, отдавать его в работу. Понятно, соответственно, от этого будет и финансовая модель улучшаться предприятие. Заказы на это есть, но и в краткосрочной, в дальнодорожной перспективе, поэтому будущее есть. Тоже с надеждой смотрим. Ну и пока, значит, у нас будущий год, один из моментов, если вы помните, мы когда показывали, что это не окр, это те контейнеры не только, которые вот 1СС у нас, будем говорить, типовые, массовые, и все-таки те, которые заказчики заказывают, ну пусть они не в больших количествах, но они, тем не менее, тоже они у нас доходные, маржинальные, которые нам дадут и прибыль, и рабочие места. Поэтому мы с надеждой, с хорошей, уверенной надеждой смотрим в будущее, поэтому мы на правильном пути будем дальше развиваться, приумножать. Ну и, соответственно, от этого я уже говорил, значит, повторюсь, что доходы, которые мы получаем, налоги, это и федеральные бюджеты, ну, наверное, они скромные, чем другие там предприятия, там, те же угольные промышленности, ну, по крайней мере, они каждый год у нас идут с положительным результатом, с добавкой к прошлому году, по-моему, так говорить. Весной текущего года было заключено инвестиционное соглашение между правительством Республики Хакасия и Абакан-Вагон-Машем. Срок реализации данного соглашения 4 года. Предприятиям планируется вложиться в развитие более 471 миллиона. Это увеличение количества рабочих мест на сотни. Если в настоящее время на предприятии работает 680 человек с достойной зарплатой, с перспективной на будущее, то благодаря инвестиционному соглашению планируется увеличить количество рабочих мест. Еще хочу отметить, что предприятие Абакан-Вагон-Маши является единственным в России по производству широкой линейки грузовых контейнеров. И мы, правительство Республики Хакасия, взаимодействует вплотную с руководством предприятия, и мы понимаем совместно, в каком направлении двигаться, чтобы увеличить количество рабочих мест. Итак, градообразующие предприятия по-прежнему гордо несет этот статус и по сей день играют ключевую роль в экономическом развитии как Абакана, так и республики. Абакан-Вагон-Маш планирует и дальше расширять штаты, нанимать новых специалистов. На завод можно устроиться даже без опыта работы, пройдя обучение и аттестацию. Если вы в поисках работы, здесь вам будут рады. Так же, как и мы, что остаетесь с нами. Редакция Абакан-24 уже работает над следующим выпуском программы «Сделано в Абакане». Увидимся! Сделано в Абакане Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова